Друзья, всем привет! Сегодня у нас 22 апреля 2018 год, Москва. Мы находимся в лесу. Вчера был очень сильный достаточно ураган с грозой, с молнией. Вообще в апреле я не припомню, чтобы было что-то подобное за всю свою жизнь. Но было очень тепло вчера, в первую половину, во вторую похолодало. Сегодня вообще всего лишь 4-5 градусов. То есть очень сильно похолодало. Но я все равно пошел в лес за грибами. Нашел уже кучу первоцветов. Пролеска называется, цветок. Очень много уже выросло их, все больше и больше. А тут еще вот такое мне выпало. Прям в лесу, на более открытом месте, я нашел нарциссы. Давайте посмотрим. Это они. Вот раз, два цветок вот сбоку. Вот третий. А вот желтенькие, не знаю как название, но мы их в саду сажаем. Вот они, цветы. Здесь уже пошли. Вот они. А в некоторых местах уже распустились. Ну вот это желтые, это лютики. Вот сейчас раскроются. Вот так в принципе в лесу и растут эти цветы. И некоторые из них, часть, пересаживаем порой к себе в сад. Поэтому вы так реагируете положительно на мои фотографии, которые у меня в саду. Все с леса. Я поэтому больше всего люблю в принципе лесные цветы. И больше всего я люблю первые цветы. Они поднимают очень настроение. Вот. Любимые цветы мои, это крокусы и пролеска. Крокусы я просто люблю, потому что их очень много видов. И они очень красивые. Вот. Некоторые даже в этом году прикупил в магазине. А так обычно один-два нашел в лесу, рассаживал. И теперь вот есть крокус пиквик у меня. Их уже 11 штук. Поэтому даже на некоторых фотографиях видно, что подснежники не кучкой. А по одной, по одному, по два подснежника. Потому что их подсаживал постоянно. То есть не одной кучей сажал, а подсаживал. Друзья, я надеюсь вам понравится. Грибы точно есть. Все, что найду, покажу. Не переключаемся, продолжаем. Друзья, вот так вот я собираю березовый сок. Сегодня очень сильный ветер. После вчерашнего урагана. Сегодня тоже облачно. Но так как плюс 5, сегодня грозы не будет точно. Но есть вероятность, что пойдет сильный дождь. До сих пор не научился правильно собирать березовый сок. Уже и столько видео посмотрел. И вот не течет у меня ручьем прям он. Да, я много особо не собираю. Вот эту бутылочку мне вполне достаточно. То есть я особо много не собираю его. Ну так, для себя чисто. Ну вот, сделал вот так вот. Несколько дырочек аккуратненько. Не глубоко это делаю. Потому что если глубоко, сок не будет течь. Надо где-то полсантиметра. Ну может быть миллиметров 7 примерно. Вот. Этого достаточно. Сделал несколько дырочек. Вот так вот палочку вставил. И все стекает в бутылку. Видите, да? Ну так как сильный ветер, не стал я ее завязывать вокруг дерева и так далее. Придумал новый способ. Вот так палочками вокруг. Видите, бутылка прочно очень стоит на одном месте. Никуда она не съедет. Все, настроил палку так, чтобы сок полностью стекал туда. И видите, как хорошо. В принципе, нормально. Сейчас эта неделя будет самая ходовая на сок. Дальше уже будет мало. Потому что уже листья начинают постихоньку на березах. Особенно где город, в городе, да? Уже маленькие зеленые листочки начинают появляться. Как только они появляются, все листья березы начинают всасывать сок. Соответственно, он уже, ну, его уже не будет потом. Ну, на следующей неделе еще будет, но уже будет меньше, чем на этой неделе. А через две недели его уже вообще не будет. Потому что, в принципе, в конце апреля, в последних числах, уже первые березы уже зеленые в листьях. Ну, вот так палочками аккуратно с боков. Мне, кстати, понравилось это. И это я сам лично сейчас на ходу придумал. Потому что ветер сильнейший. Я как можно больше палок вот так сделал. Вокруг наставил. И даже вот там вот тоже поставил. Так, чтобы бутылка никуда не упала. Вот. Вот такой интересный способ, друзья. Продолжаем. Вот это чудо, что я нашел. Вот там река. Ну, не река, это ручейок такой маленький. Теперь смотрите, друзья. Вот как в Москве давненько лет пять не находил крокусов. Давайте посмотрим. Иду такую, иду. Вижу вот эту тему. Вот это тема. Это мы заберем, мы тебя спасем. Дальше. Вот я успел, слава богу. Вот этот уже отсвел. А скорее всего, вчера после урагана он подзамерз. Ну, и вот это мы возьмем тоже. Вот она. Это тоже крокусики. Просто в этом году еще цветы не вышли. Проходим чуть-чуть дальше. Давайте смотреть. Буквально чуть-чуть дальше. Вот это, это здесь смесь деревьев. Где-то есть клен. Где-то есть лиственница. И где-то есть липа. И вот мы чуть-чуть буквально проходим. Они сеются. Это кленовые, да? Вот это вот так вот. Вот. И саркасцы по австрийской. Вот, кстати, еще вижу. Смотрите. Оп. На деревяшке. Снимаем. Совсем маленькие оставим. Они ни о чем. Очень маленькие. Ну, вот это только одну возьмем. Видно, что она еще идет. Вон. Она еще и только идет. Парочку мы возьмем. И проходим еще совсем чуть-чуть. Буквально совсем чуть-чуть. И еще одна. Вот они, листки их кленовые. Вот. И вот эту возьмем. Вот так, друзья. Так что все, что я говорю, подтверждается в видео. Продолжаем. Друзья, вот и подошел наш сегодняшний поход к концу. Вот такой итог. Много сегодня не снимал. Было очень холодно. Плюс 4 градуса всего лишь. Периодически шел снег. В лесу очень много воды еще больше, чем неделя назад, потому что был сильнейший вчера. Гроза была с молниями, с громом совсем, ну, то есть как будто лето вчера было. А сегодня резко. Плюс 4, еще и снег. Вот. Было не очень удобно снимать. Я грибы, по сути, вот эти саркасцифы, собирал в воде. Они прямо в воде росли. В ручье, в лужах и так далее. Вот. У меня они растут именно так. Поэтому некоторые из них, где-то половина грибов, очень сложно промывать в воде. Видите, они какие сейчас идеальные. Чистенькие. Вот. Ну, итог таков. Саркасцифы. Также крокусы нашел. Раз, два. И на самом деле их 4. Вот еще 3. И четвертый. Ну, здесь какие-то тоже цветы. Это, я так понял, ирисы. Да, ирисы. Вот они. Это не луковицы у них. Ну, вот, вот, ирисы. Это ирисы, точно. Вот вместе росли. И пролески с луковичками выкопал. Тоже посадим. Все, вы все видели. Все это нахожу я в лесу. Вот. Поэтому сегодня и грибов набрал, и цветов. Значит, что хотел сказать. Сейчас грибной сезон только начинается. Будет очень много споров в нашей группе. У меня одна просьба. Нет смысла кому-то доказывать, что вы употребляете какой-либо гриб. Кто-то может употреблять мухомор красный. Кто-то его не употребляет. Кто-то пробует его в свежем виде. Кто-то не пробует. Я уже давным-давно сделал вывод, что нет смысла кому-то что-то доказывать. Какие грибы нужно кушать, какие нет. Я вот показываю те грибы, которые я считаю, что можно кушать. И которые употребляю я. Недавно как-то, да, помните? Ну как недавно? Где-то месяца полтора-два. Я со второй группы скидываю грибы. И там был гриб-свинушка тонкая. Я уже привык к этому мнению, что все бабушки кушали и мы будем продолжать кушать. Там указано, да, в посте, который я отправил, что гриб ядовитый. Кушать не рекомендуется. Это даже я уже с детства знаю, что гриб впитывает в себя много ядов, много газов, много тяжелых металлов. Все что угодно. Это самый такой гриб, который впитывает в себя все вообще. Даже хотя бы поэтому его не стоит уже употреблять. Но, понимаете, вот есть у каждого человека свое мнение. Но вот официально он считается ядовитым. И я когда-то тоже в детстве его кушал, потом я прекратил кушать. Но тут выпал такой комментарий, какая-то женщина пишет. Всегда ела и буду продолжать есть. Вот это было так сказано, написано. Может быть я даже не дословно сказал. Но это выглядело так, как будто она кому-то назло делает, что она будет продолжать кушать эти свинушки. Как будто вот прям нам назло это делает. То, господи, может она кушать его хоть 10-20 килограмм в день. Это ее выбор и ее право. Мы лишь рекомендуем не употреблять данный гриб. Вот у меня многие спрашивают, а что ты поплавки не берешь? Что ты еще какие-то вот эти вот... Мне зачем эти поплавки, сыроежки и вся остальная, скажем так, не ерунда? Назовем это другим словом. Грибы, которые мне не нужны. Зачем, если у меня заморожено 100 килограмм благородных грибов? Белые подберезовики, подосинки. Ну, еще немножко у меня заморожено опят. И польские белые, и шампиньоны. Для чего мне нужны другие грибы? Употребляю порядка 15 видов грибов. Саркасцифы мне нужны, я объясню почему. Это первые весенние грибы, и кроме саркасциф и строчков, в принципе, в это время ничего не бывает. И сморочки пойдут позже. Ну, сморочковые, шапочки, вот эти все, да? Вот. Когда пойдут белые грибы, этих грибов уже, в принципе, не будет. Да? Либо будет в очень маленьком количестве. Как вот я находил подосиновики, одновременно строчки с шампиньонами. Их будет уже мало. Поэтому эти грибы я употребляю. Поэтому и зимний опенок интересно употреблять, потому что кроме него ничего не растет. Ну, еще вешенка, да? По зиме. Вот. Можно в барах, да, при теплом декабре встретить лисичку в барах сосновых. Да. Это тоже. То есть, поэтому... Ну, и гриб, к тому же, очень вкусный. Что зимнее опято, что саркацифа, что строчки. Я их обожаю. Вот. Но это лично мое сугубо мнение. Поэтому мы лишь, когда пишем какие-то посты, рекомендуем определенные грибы. Либо, ну, то есть, либо не употреблять вообще, либо стараться их обходить стороной. Но это не значит, что мы заставляем кого-то не употреблять. Хотите есть свинушки, да, пожалуйста, объешьтесь ими, как говорится. Я в свое время вовремя прекратил их кушать. Причем основная причина того, почему я прекратил кушать свинушки, заключается в том, что я начал очень много собирать благородных грибов. И они, в принципе, со временем мне перестали быть нужными, так скажем. Но потом еще, плюс я получил много информации об этом грибе, посмотрел разные источники, где что пишут. И, то есть, втройне был удовлетворен тем, что правильно я сделал, что прекратил их кушать, в принципе. Потому что в детстве, да, в детстве многие их кушали. И я был ребенком, я не мог понять, ну, вроде можно кушать, все кушают, значит, можно кушать. И я не мог понять тогда, что гриб действительно лучше не есть. Вот, слава богу, со временем это стало понятным мне, да, и больше мы, в принципе, их уже давно не употребляем. Наверное, около 20 лет уже их не едим. И правильно делаем. Вот. То есть, это касается не только данного гриба. Споры всегда идут там, вот, срезать, выкручивать. Я уже просто хочу эту тему закрыть. Друзья, я выскажу свое мнение. Вот, когда я вижу в ютубе видео разные, есть очень красивые видео, я с удовольствием их смотрю. Если я увидел видео, где благородные грибы человек срезает, я его выключаю сразу. Мне неинтересно дальше смотреть. Когда боровик с толстой, с толстенной ножкой срезают напополам, а даже больше, больше половины ножки оставляют в земле, мне просто неинтересно смотреть. Мне неинтересно смотреть этого непрофессионального грибника, я их так называю. Я очень четкую позицию здесь держу. Я не вижу смысла срезать гриб. Потому что, если вы его сорвете целиком, он все равно вырастет. Вы не нарушаете грибницу. Все это уже годами, двадцатилетиями, тридцатилетиями уже мною изучено и стало понятно. Поэтому, друзья, интересно смотреть, когда полностью гриб выкрутили, полностью вытащили его с целиковой ножкой, и он толстенький, хорошенький, аккуратненько его почистили по краям, и он просто красавец. Я показывал наглядный пример фильм «Карелия», где немного грибов было. То есть, тот год был не грибным, 2017. Но 50-70 своих боровиков в день я находил. И не все грибы я показывал, показывал только отборные. Соответственно, всем понравилось это видео, потому что гриб был целиковый, гриб был красивый. И если вы срезали гриб, по своим наблюдениям, именно в этой точке, где вы срезали гриб, в этом году гриб уже не вырастет. Этот срез мешает выйти новому грибу. А если вы выкрутили, вырастет и вокруг гриба, и именно на этом месте, где вы вырвали его целиком. В прошлом году было два примера таких. С подосиновиками белоножковыми и со строчком, который пошел сначала 17 марта, и через две недели на той же точке прям вышел новый. Там прям видно было, прям в этой точке. То есть, примеров масса. Я на практике всегда это все показываю. Поэтому однозначно полностью целиком срывать гриб. И хватит уже... Вы когда-нибудь вообще посмотрите внимательно видео европейских грибников. Люди, которые собирают грибы в Европе. Я ни одного видео не видел, где там итальянцы или кто там... Вот они, да, в основном тоже собирают грибы. Чтобы они срезали грибы вообще, в принципе. Они все, по крайней мере, благородные грибы, все целиком выкручивают, снимают целиком. И правильно делают. Я срезаю грибы. Вот, например, иногда саркосцифу срезаю. Саркосцифу срезаю почему? Потому что некоторые экземпляры, некоторые экземпляры, бывает попадаются, скажем так, они прям в земле внутри и уже грязные. И если я их начну срывать, они только еще больше, ну, грязь, как бы, будет еще более грязнее, скажем так, да. Еще я руки испачкаю. Вот, поэтому если они прям так закопаны в земле, да, плотно уже, у земли прям растут. Я, соответственно, их стараюсь подрезать. Вот, если он растет на деревяшке и высоко достаточно от земли, то я стараюсь рукой вместе с ножкой взять гриб. Вот, да. То есть тут тоже. Кто-то, например, я согласен, может опята собирать, либо срывать целиком, либо срезать. Тут для удобства, да, по удобству. Хотя я их срываю и срываю поштучно. Сразу смотрю, есть дырочка, нет. Если нет, кладу в корзину. Если есть, чищу до того момента, пока дырка не закончится. Если дырка во всем грибе, значит, я его не беру. Таким образом, опята, я вообще дома, в принципе, опята не чищу. Они у меня уже в чищенном, в порезанном виде. Если они длинные, я сразу их напополам режу и кладу в корзину. То есть дома я опятами вообще не занимаюсь. Я их приношу и сразу их можно варить. Все. То есть, да, это занимает дольше времени. Вы не с такой скоростью их соберете, но вам не придется потом 8 или 10 часов заниматься чисткой трех корзин грибов. Вы лучше соберите там полторы корзины целиковые. И у вас будет отборный чистый гриб. Вот и все. А за другими вы сможете пойти на следующий день. А если вы будете чистить там, вы и на следующий день, наверное, еще будете спать и через день не пойдете за ними. Друзья, я рад был дать вам какую-то интересную информацию, высказать свое мнение. Если появятся какие-то более интересные темы, я думаю, я с вами о них обязательно пообщаюсь. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. И вы будете всегда в курсе каких-либо новых моих видео. Всем удачи, всем пока. И хорошего вам грибного года 2018 года. Удачи всем.